Я даже здесь смущался. В общем, про меня уже все рассказали. Я, наверное, тогда представляться за мной не буду. И перейдем сразу к презентации. Я расскажу, как с помощью Йомана сделать инфраструктуру для своего конкретно одного проекта на примере каких-то наших проектов. Или можно сделать какой-то workflow для абсолютно любого количества проектов. Один workflow для разных проектов. Сразу мы выясним, зачем вообще, почему это надо и почему это должно вас всех заинтересовать. Не знаю, знает ли кто-нибудь, что такое Йоман вообще здесь? Я смотрю немного. Потому что Йоман, зачем он используется и почему он интересен? Потому что с ним все делается быстрее. То есть, сделав один раз свой генератор на Йомане, вы можете свои проекты или конкретно один проект обслуживать намного быстрее. Легко. Понять Йоман совсем несложно. Это JavaScript. Йоман построен на Node.js. И я думаю, при должном знании JavaScript'а можно без особых проблем очень легко сделать свой собственный генератор, который будет очень гибким. И можно постоянно что-то к нему добавлять, дописывать какие-то новые функции или, не знаю, методы, которые он будет выполнять. Ну и это современно. Это такой современный тренд. И его используют все. От Angular, от Backbone, от Ember. Я дальше покажу, какие есть генераторы. Так вот здесь у нас три иконки. Наверное, вторую все узнали. Первая – это, собственно, логотип Йомана. Йоман – это такой скафолдинг-копертка для Гранта и Повара, который позволяет, напрямую не выполняя какие-то команд Гранта и Повара, запускать, делать темплейт и скачивать различную информацию из интернета. Ну, Грант, понятно, все знают. Это такой таск-менеджер на JavaScript'е, позволяет собирать проекты, различное тестирование проводить. Ну, а Повар, это Twitter, когда-то написал такую библиотеку, наверное, тоже многие слышали. Она позволяет из JavaScript'а удаленно обращаться к репозиториям в интернете, к каким-то файлам, скачивать их, раскладывать по папке. Ну, давайте представим структуру. Текста будет немного, но вот здесь такой слайд. Примерная структура нашего обычного проекта, простого, это каких-то две директории для JavaScript'а, CSS'а, где лежит лес файл, и какие-то файлы, индекс.html, грант, pp.json, gore. В папке JavaScript у нас лежат наши любимые библиотеки jQuery, backbone, underscore, неважно. В папке sources находятся какие-то наши уже для нашего проекта написанные скрипты, setting, touch, hooks и так далее. Может быть, UI элементы или компоненты. И если мы закончили проект, начинаем, например, новый, и нам нужно сделать точно такую же структуру файлов, то обычно этот процесс представляет собой банальное копирование, затем мы лезем на сайт jQuery или к ним на CDR, качаем новую версию, кладем ее туда. В общем, не самый приятный, нудный такой процесс. Это, знаете, как перед каждым проектом вам дают пустой компьютер, который нужно обязательно настроить, поставить туда все свои программы. И что-то всегда забывается, может быть, структура меняется, еще что-то. Или много людей делают проект, и каждый хочет все видеть по-своему. И это не очень хорошо, на самом деле. Знаете, заходите в проект, а там вместо styles папка, или там CSS называется styles, или там еще как-то вместо JS, там может быть скрипт, просто sources. А если мы выполним, например, вот такую команду в консоли, UIXF, да, сразу скажу, UIXF, это один из генераторов для нашего проекта, который мы написали, и я его буду везде использовать. И на его примере рассказывать, как это работает. Выполнить UIXF, и после того, как вы нажмете Enter, там начинается какая-то магия. То есть начинает массово что-то писаться в консоли, какие-то файлы копируются, еще что-то происходит. И магия, она всегда непонятна. Если посмотреть фильм, там кто-то что-то сделал, что-то взорвалось, огонь появился. Если в магии это все химические и физические процессы, то в Йомане это копирование проектов из гитара, загрузка файлов в серверов, какое-то перемещение. Там выполняются консольные команды, которые делают то, что вам надо. Создаются шаблоны, запускается грант, и выполняется все, что написано в гранте в нужной последовательности. И много другого, я там еще потом позже расскажу, чего нет на сайте Йомана, ну что мы делали и можно сделать с помощью генератора. В результате магических действий мы получаем в принципе все то, что у нас как бы задумано, как увидим свой проект. Только лес файл уже будет сконвертирован в CSS, в JavaScript из наших sources будет сделан script.js и его пускречная минимизированная версия. Все библиотеки будут автоматически скачаны в последних версиях и размножены так, как вы скажете в своем генераторе. Но, как бы, просто копирование в Йомане не ограничивается. У него есть субгенераторы, которые позволяют выполнять какие-то более понятные людям действия. То есть, ну не знаю, сборка, например, проекта. Он выполняется в нашем случае на команде UXFBuild, и можно туда передавать какие-то параметры, то есть UI элементы, которые вы хотите, чтобы подгрузились. Мало ли вам нужны не все UI элементы, которые вы используете, а вы хотите только кнопки или списки или какие-то тетеры-футеры, вы указываете UXFBuild через двоеточие компоненты, и в итоге ваш CSS-файл и JS-файл будут значительно меньше. Ну, если ничего не указывать, то, естественно, добавится все, и будут все ваши компоненты, все какие-то модули и вьюхи добавлены и собраны. Ну, у нас также есть генератор, субгенератор Update с параметрами, которые можно передавать. Он позволяет обновить существующие библиотеки, которые вы используете, не только библиотеки. Если это какой-то фреймвор, как у нас в UXF, то если разработчики, там, какие-то контрибутеры и залили туда новую версию CSS или JS-скриптов, то, запустив UXFUpdate, вы можете скачать их из Гитая или из SVN. Ну, он скачает из Гитая или из SVN, положит их и пересоберет заново. То есть вы получите самую актуальную версию. Также скачаются самые последние версии jQuery, векбоны, эмбера, и тоже эти файлы будут уже у вас и будут лежать там, где надо, и вы сразу можете начинать ими пользоваться. AppNeed – это такой субгенератор в данном случае, который делает вам поле плейт вашего проекта, то есть создает HTML-файл какой-то и по заданным параметрам прописывает его название проекта, какие-то кнопки, которые вам минимально нужны, навигацию. И на выходе вы получите HTML, тот CSS, который вам нужен, который вы можете открыть, править, сразу пользоваться, и какие-то минимальные модели, компоненты там уже будут, и не надо делать все с нуля, не надо писать эти дурацкие теги, там расставлять дивы. Ну и самый главный в любом процессе, наверное, самый главный в любом процессе, ну не субгенератор, а самое главное действие – это тестирование. То есть UASF-тест в нашем случае запускает, тестирование, JavaScript-овое тестирование проекта, мы тестируем обычно UI, какие-то элементы и действия, поэтому он у нас основан на Фантоме. Но тесты можно написать на Jasmine, на Moco, на чем угодно, и использовались потом. Запустил вот такую простую команду, и в консоли будет выведено все, что выполнилось, все, что протестировалось, какие были ошибки, если они были, и если все было хорошо, то он так и напишет, что все замечательно. Ну тут я немножко вот расскажу про то, что можно сделать и что не указано на официальном сайте. Там так написано, что все, что вы можете сделать, вы можете сделать все, что позволяет делать Node.js. Сам генератор позволяет JavaScript-овым сделать интеграцию с различными сторонними сервисами, например, с CI-сервисами, такими как Jenkins или Travis. Есть, в общем, всего, у чего есть REST API, можно, из JavaScript можно легко запускать, обращаться и работать. Ну, например, если это какой-то Jenkins, у которого REST API не самый лучший, то можно спокойно запускать shell команду, выполнять какой-то JAR файл и передавать ему параметры с генераторой. И все будет прекрасно работать, проекты будут создаваться, они будут там собираться, и даже ошибки он обратно возвращает. Можно пушить GitHub. У GitHub есть REST API, и поэтому работать с ним в JavaScript довольно-таки легко, но прямой пуш выполнить тяжеловато, и поэтому можно исправно просто выполнять опять-таки shell команду, git push, и все будет залито на GitHub, и там пуголь квест, если надо сделать. Ну, GitLab — это open-source, наверное, аналог GitHub, и, соответственно, через API и shell командами можно тоже интегрировать ваше приложение или про любой проект. SVN тоже, если есть API сайта, можно работать, и тоже можно выполнять обычные SVN команды в консоли, и они тоже будут прекрасно работать, и будет заливаться, check-in, check-out делать эти проблемы. Для чего можно использовать Yomant? Ну, как бы я тут рассказывал, какие-то проекты с JavaScript, проектами, CSS-ами такой, веб-технологии, но только этим он не ограничивается. Можно и для PHP-проектов, Java, .NET, C-sharp, C++-пус использовать. Ну, и у нас был проект, в котором мы собираем, ну, есть, мы собираем iOS-темплейты для каких-то приложений или для Android-приложений. Windows Phone там тоже должен вскоре появиться, вот, и Yomant позволяет вам делать эти темплейты, менять в них данные, и отдавать пользователю, например, который что-то собрал вашим генератором, архив, в котором будет лежать там Xcode проект, его все данные, все изображения какие-то, которые вы хотите ему отдать как темплей, чтобы он потом поменял. Ну, и тут я все не указывал, то есть Objective-C, соответственно, это Yos, и Python, Rabi, все это можно генерировать проекты на этих языках с помощью Yomant, и тоже JavaScript. Это не заставит, например, если вам генератор пишет какой-то фронтенд-разработчик, ему не надо знать эти языки программирования, потому что они ему не нужны, ему нужен JavaScript, и какие-то от вас темплейты, начальния, которые он поправит, и потом они при генерации проекта будут все время использоваться. Миша, а Assembler? Ну, Assembler, наверное, тоже можно, тяжеловато, скорее всего, будет там какие-то данные вносить. Темплейт на нем, прежде, сделаешь. Сделалось, как и раз. Ты и сделаешь. Ну, и популярные генераторы, которые распространяются непосредственно через тех людей, которые делали Yomant, которые они рекламируют и сделали ссылки у себя на сайте. Это WBub-генератор, который позволяет вам делать boilerplate какого-то WBub-а с использованием Bootstrap'а, HTML5 boilerplate. Он спрашивает, что вы хотите. Хотите ли вы там в бутборн использовать? Angular. Собственно, генератор AngularJS, он создает проект на основе Angular. Он очень большой, там очень много субгенераторов, которые я позволяю делать, ну, просто огромное количество различных вещей. И тесты у него написаны на Jasmine, если я не ошибаюсь. EmberJS, у него тесты написаны на Rabi, он чуть поменьше, чем Angular, но тоже такой довольно-таки объемный. Качает кучу различной информации из GitHub'а и создает такие ну, емкие и объемные проекты. То есть сделать маленький проект с помощью этого генератора тяжело, но если надо что-то большое или на Ember, то этот генератор, его Ember, и он будет создавать для вас все, что надо. Bootborn boilerplate, это, соответственно, генератор, который создает проекты на Bootborn Underscore. Chrome Apps Basic Boilerplate, он позволяет вам создать какой-то проект, делает для вас темплейты для создания приложений для браузера Google Chrome. Так как вы знаете, там все очень похоже на фронт-энды, и, соответственно, там тоже JavaScript, какая-то много своя разметка, но вот все это генератор позволяет вам сделать минимальный набор и там добавив, изменив пару мелочей, вы, в принципе, получите готовое приложение для Chrome, которое можно использовать. Ну, Jasmine и Mock это генераторы, которые помогут вам сделать тесты для вашего приложения, и их использования. Я бы поставил под сомнение, но так как это известно и библиотеки, то генераторы для них рекламируются Yoman, что придает тебе, наверное, внимание. Ну, более подробно о генераторе вообще вы можете почитать на официальном сайте, там же есть полная документация, API, ссылки на готовые генераторы и проекты с Yoman. Там можете отпоркать их к GitHub и смотреть, что они меняют, дроблять что-то свое. Это такой симпатичный сайт в кремовых цветах, и над этим проектом, над Yoman работают очень известные люди, такие, как Иди Османи, вот он приложил свою руку к этому проекту и, наверное, до сих пор что-то делает. Наверное, я так просто не вложусь и быстренько рассказывал, в общем, вложился, и, наверное, можно задавать какие-то вопросы, если они есть.